12 сентября 2024 год. Чуть-чуть брайка. Комментарии по поводу того, что дедолларизация происходит в мире. Это довольно смешно. Я вам просто предлагаю посмотреть объем резервов мировых. 58% в долларах. Прямо сейчас, на 2024 год. Да, когда-то эта доля была больше, когда-то она была меньше, когда-то вообще фунт стерлинов был резервной валютой. Какая вторая валюта резервная евро? Там, по-моему, 21%. Люджуань, который сейчас так резко полюбил Российской Федерации, занимает 1,8% мировых резервных валют. Так что до того, как произойдет дедолларизация, ну, я не доживу точно, и даже не из-за войны. Даже если благополучно доживу еще 50 лет, проживу до 100 лет. Нефть. Ребятки, вот нефть, понимаете, вообще российская вот эта вот власть, российская, она держится уже 500 лет. На чем? На каких-то финансовых устоях и на совершеннейшей, блин, ну, опричь не будем говорить, да? Опричь, 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 чрезвычайники. То есть опричь – это чрезвычайник. У меня есть афоризм, кстати, по этому поводу. Чтобы поддерживать закон, надо быть вне его. Я написал его 4 октября 2012 года сейчас, только что посмотрел перезапись, специально вспомнил. Опричьники, чрезвычайники, ЧВК, то есть ЧК, чрезвычайная комиссия, да? То есть люди, которые для поддержания закона совершенно его игнорируют. Абсолютно. То есть сейчас победили опричники. Вот партию, допустим, коммунистическую победили опричники в лице, там, Путина, там, НКВДшники, КГБшники, там, ФСБшники теперь. То есть Украина сейчас воюет за то, чтобы сюда эта отрава не пришла, понимаете? Чтобы у нас на нашей земле не распространяло вот этот вот просто абсолютно... Ну, посмотрите, там, россияне в Курске, в Курской области, так же мародерят своих же граждан, как и у нас там в Буче, там, в Изюме, в Купенске. То есть, ну, это ровно то же самое, понимаете? То есть для них нет разницы. Это опричники, которым пофиг его, там, своего ты народа, а не своего. Ну, мы, в общем-то, зато его видим, что здесь этого не было. То есть, но финансовые, это инструменты, которые дают этим опричникам в руки, там, не лук и стрелы, а, там, я не знаю, баллистические ракеты позволяют закупать, да, позволяют закупать компоненты к баллистическим ракетам. И сейчас вот это, что падение нефти, там, ниже 70 долларов, это очень хорошо. Я напомню, что когда Путин пришел к власти в 99-м году, баррель нефти стоил 9 долларов. 9. В 2006 году баррель, в 2008, по-моему, баррель нефти был уже больше 140 долларов. Это голые деньги. Ты то же самое делаешь, столько же добываешь, а у тебя, блин, прибыль там в десятки раз больше. На порядок больше, понимаете? То есть, даже не 9,90, а 9,140, понимаете, разница, сколько, ну, халявных денег просто, золотой дождь, какой осыпался, блин, на Россию. Ну, и как она им воспользовалась, для того, чтобы попытаться заубить, там, Украину, подчинить и так далее. Сейчас это не впадает, я надеюсь, так и продолжится. Если это будет продолжаться, ну, я думаю, что Россия окажется не в 90-х, а в хуже условиях, потому что в 90-е все-таки еще был какой-то запас производств Советского Союза. Сейчас это все стоит на западных технологиях, сейчас это все стоит на западных каких-то, ну, на технике на западной, которую сейчас возместить россиянам не придется. Вроде все, да, что я хотел сказать, экономика, опричники, да, ну, в общем-то, и хватит. По баллистике я что-то не понял, то ли дали иранцы, то ли не дали, сейчас, по-моему, все сидят и ждут. И нам, по-моему, уже не дают пока стрелять на 300 километров, то есть ждут, будут стрелять по нам иранскими ракетами или не будет. Ну, ребят, нам, как украинцам, жаловаться не приходится, потому что, конечно, Запад может просто сейчас выдать нам там достаточное количество вооружения, чтобы мы стерли эту рашку, блин, в течение там полугода просто до Москвы дошли, понимаете? Нет никаких проблем выделить нам достаточное количество Абрансом, Брэдли, там, я не знаю, Атакамсом и всего остального. Это все есть, оно в наличии. Ну, Запад не хочет этого делать, Запад хоть потихонечку, блин, по-малесеньку источать Россию. Что при этом Украина источается, ну, это их не особо заботит. Ну, что тут сделаешь? Таковы дела, как бы. Третий год воюем тяжело, но могли не помогать американцы, европейцы, тогда бы нам было вообще плохо. Надо бы там на порядок больше погибших было. Так что не надо дожаловаться. Берем, делаем, не дают нам оружие эти самые западные страны. Стараемся своими там методами, какими-то давленобойными этими дронами. Стараемся своей баллистикой, своей там это самое. Ну, в общем, уже так и делать. Что тут советую? Я это советовал год назад, ну, вроде уже так и делаем. Все буду Украина, напоримайтесь.